Никогда тут уж поверь, тут уж, ну, по-другому просто не может быть. Грубо ответил, при том, что я сказал правду. И поэтому я думал, что проект, он в скором времени откроется, бриллиант роли-плей, ну, откладывается. Типа, потому что много-много раз можно придумать нечто поинтереснее, нечто получше, и, типа, чтобы это было более нормально. А вот эти вот все шифры, прочая хуня, да никто этим заниматься не будет. А всё-всё-всё прочее, но это не важно, это абсолютно точно не важно, потому что... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Я совершил фатальную ошибку. Вы знаете, я вообще часто ошибаюсь, как и, наверное, любой другой человек, но в отличие от каких-то других людей, я свои ошибки признавать умею, могу, и пусть иногда это бывает не особо удобно, не особо нормально, не особо, знаете ли, правильно, стоя ли с одной стороны, тем не менее, признавать ошибки нужно, потому что, ну... А как иначе? Как иначе ты можешь спать по ночам, зная, что вот ты ошибся и никому об этом не сказал? То есть, возможно, это и не заметят, да, если ты не скажешь о том, что ты ошибся, возможно, люди продолжат к тебе относиться нормально и вот всё такое, но реальность такова, что я, допустим, так не могу. Если я ошибаюсь в чём-то, то я стараюсь вот эту вот всю ошибку свою осветить, потому что... Ну вот, мне многие предъявляют, мол, то, что ты критикуешь других людей, а за собой абсолютно не следишь, то есть, что там у тебя, что ты делаешь не так, что вообще с тобой, они нормально при этом не знают абсолютно точно моё какое-то прошлое, что я постоянно признаю ошибки. У меня даже есть плейлист на канале извинения, в котором я извинялся за что бы то ни было, потому что я считаю, что действительно, если человек медийный, если человек, ну, знаете ли, работает в какой-то вот такой медиасфере, то, разумеется, он должен уметь признавать свои ошибки и вообще, то есть, от него не требуется какое-то знание вот этого вот всего предмета и так далее. То есть, самое главное для человека это просто говорить правду. То есть, даже объективным быть не обязательно, просто говори правду. То, как ты думаешь, то, как ты вообще всё это видишь, то, как ты всё это считаешь и всё. И никаких вопросов к тебе не будет никогда, тут уж поверь, тут уж, ну, по-другому просто не может быть. Да, разумеется, некоторые люди подумают, мол, то, что ты, типа, ну, хуёвый человек, тем не менее. Вот, а ебал ты в рот свою аудиторию. Ну, так и говори, я так и говорю, ебал вас всех, блядь, в рот малолетние дебилы. Вот раньше, что у меня было, знаете, просмотров по 100, по 150, возможно, по 200, а сейчас их побольше иногда бывает и заходят на них, разумеется, маленькие люди, которые, ну, абсолютно точно ничего не понимают. Да, разумеется, есть маленькие люди, которые могут себя адекватно, нормально вести, но таких меньшинство и, ну, типа, ну, такое себе, объективно. И вот большое количество моих хейтеров, это просто люди, которые, у меня их мало, но, тем не менее, вот подавляющее число людей, которые ко мне как-то плохо относятся, это люди, которым я как-то грубо ответил, при том, что я сказал правду. То есть, правда, разумеется, для многих она такая, знаете ли, плохая, фиговая и вообще, то есть, ну, зачем? Зачем вот нам вся эта правда, если ты мог нам соврать? И для нас лучше была бы, конечно же, сладкая ложь, чем вот эта вот вся горькая правда, но я так не могу. Лично я так не могу. Пусть это делают какие-то другие люди, пусть этим занимаются какие-то другие GTA-самп-хитоберы, я лично так не могу. То есть, если я что-то сказал, если я все это высказал, то я несу за эти слова какую-никакую, но ответственность, при том, что, ну, в интернете всем объективно похуй на тебя, кто ты такой, что ты такой. Даже если ты там несколько раз ошибался, и только там на 555-й раз за тобой все это заметили, ты можешь извиниться, и, то есть, люди дальше там продолжат тебе все так же верить и, типа, доверять и так далее. Но вот, давайте перейдем просто к тому. Я вот не так давно у меня выходил видеоролик, в котором я рассказывал о том, что скоро открывается КРМП проекта Diamond Roleplay, и там я ошибся. Там я ошибся, сказав, что вот проект скоро откроется. То есть, там, я принял дату анонса, вообще, того вот, что будет с этим совсем КРМП проектом для Diamond Roleplay с датой открытия. И поэтому я думал, что проект, он в скором времени откроется, но на самом деле это не так. И многие этого не заметили. И все было бы нормально, но меня это немного гнетет, что я вот сказал, что, мол, людям, что проект откроется, там, 26-го числа, или, там, 27-го, или, возможно, он вообще открылся на момент записи данного видеоролика. А на самом деле, то есть, чуваки только хотели еще анонс какой-то представить, показать вообще, что будет со всем этим проектом-то, что людям вообще стоит ждать от всего этого детища создателей-разработчиков Diamond Roleplay. И вот, не так давно, то ли вчера, то ли позавчера, то ли, а когда вы смотрите данный видеоролик в лайв-мобайле, в моем самом любимом журнале, разумеется, в кавычках, но я не думаю, что как-то нужно углубляться во всю эту тему. У меня было уже много видеороликов, посвященных данному GTA-самповскому мобильному журналу, поэтому как-то во все это углубляться я, пожалуй, не буду, чтобы лишний раз не затягивать весь этот хронометраж. И он написал, что вот, по всей видимости, анонс Brilliant Roleplay, ну, откладывается. Типа, потому что вот анонс они обещали выпустить 26-го числа. Что они подразумевают под анонсом, лично я не понимаю. Может быть, там, я не знаю, выйдет какой-то анонс, видеоролик, в котором будут показаны основные системы, основные возможности этого самого проекта, и то, за что на нем вообще стоит, за что на нем стоит вообще, я не знаю, полюбить его, да, вот просто начать на нем играть, за что, возможно, там просто будет какая-то, как любят вот сейчас делать Diamond, какие-то там пасхалки, вот эти вот все, я не знаю, Кады Морзе, там, я не знаю, шифр Цезарь, что они там сейчас делают, лично я не знаю. Да и это скучно, это уже неинтересно, это было уже много-много раз, можно придумать нечто поинтереснее, нечто получше, и, типа, чтобы это было более нормально. А вот эти вот все шифры, прочая хуня, да никто этим заниматься не будет. Я раньше тоже так делал с самп-обзорами, со всеми прочими вещами, никому это не было понятно, и я подумал, что больше так делать не буду, просто говорю, когда выйдет тот или иной самп-обзор, и либо успеваю на его премьеру, либо не успеваю. И сейчас Brilliant Roller Play точно так же опаздывает, но опаздывает он не с открытием, потому что, ну, типа, открытие у них еще непонятно, когда будет. Опаздывает он с анонсом, он должен был выйти, там, 26 июля, сейчас уже, там, 29, возможно, 30, когда я выпущу данный видеоролик, и анонса от этого самого КРМП проекта на мобилку до сих пор нет. Ну, а то, что я думаю вообще обо всем этом проекте, удастся он или не удастся у Diamond Roller Play совместно, там, с каким-то другим КРМПшным проектом, непонятно. Поэтому, ну, если вам, разумеется, непонятно, а мне-то уже все более-менее понятно. Поэтому, если вы хотите более подробно узнать о том, что я думаю насчет всего этого, можете посмотреть мой ролик, который вышел, там, 2-3 дня назад, а, там, типа, я официально извиняюсь перед Diamond Roller Play, там, за все вот эти вот, знаете, свои штуки, и вот, а все-все-все прочее, но это не важно, это абсолютно точно не важно, потому что, смотрите ролик, если вам все это будет интересно, там я все это подробным образом рассказываю и вообще поясняю за весь этот Diamond Roller Play в КРМП на Android. Опять-таки, извините меня за то, что я позволил себе ошибиться, да, я человек, да, я тоже, разумеется, могу ошибиться, вот, в дате, там, либо открытия, либо анонсов, либо чего-то такого. В целом, я всегда, вот, за какие-то новые вещи в GTA Sampi. Я против вот тех моментов, когда, там, кто-то может как-то затоксичить на вот все эти проекты, сказать, что, мол, ой, да вы, типа, дебилы, вы дураки, вы все делаете неправильно, я против всего этого. Я вот только за то, чтобы появлялось что-то новое, и, типа, даже если это связано с донатом, даже если это связано с какими-то прочими вещами, я, в принципе, всегда за это. Поэтому, вот, заходите на мои предыдущие видеоролики, подписывайтесь на канал, либо отписывайтесь от канала, если вы у меня разочаровались, я, как бы, ну, не расстроюсь, я все прекрасно понимаю, и даже если я проебу абсолютно всех подписчиков, и их там останется 300, 400, 500, 600, я все равно продолжу делать все это и говорить правду, которую лично я, вот, считаю нужной, говорить и как-то признавать все свои ошибки, которые я, вот, хочу признавать и умею вообще их признавать. А вообще, геймплей данного видеоролика был заснят на проекте Arizona, роли PlayFenix, IP, а также мой никнейм DanteConnor, а также мой промокод Notoxic54 для данного проекта, для данного сервера. Вся эта информация, она находится в описании, вы можете туда зайти, там вы можете со всей этой информацией ознакомиться, и там же, кстати, в описании, а еще и в комментариях, есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором каждый день выходят какие-либо посты. Сейчас там уже меньше 500 участников, мы идем к нулю, вы можете мне либо помочь, то мы-то идем к нулю, если это мой телеграм-канал, я иду к нулю, мой телеграм-канал идет к нулю, и поэтому вы можете мне помочь, либо подписаться, либо отписаться от этого телеграм-канала, вот, либо подписаться и потом отписаться, я не знаю. В общем, делайте, что хотите, вы свободные люди, в конце концов, и там вообще все замечательно у людей и у всех остальных людей. Всем спасибо, хотя за что, до свидания, и увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо пораньше, что маловероятно.